вот он туалет которыми он говорил что чередей тут нет воду потеряли ребенка такое чистое море нашел концентрация мочи возле берега в море просто жутко людей конечно много здесь людей кажется как будто совсем много обратите внимание насколько становится здесь пустой на также отошли людей много но место среди них больше водоросли присутствуют ну что волна прибивает берег. Это да. Животе, конечно, там прям радует. Пирс мы видим маленький и голубой дальше, где дельфины. Людей еще очень много у нас отдыхает. Туалет пошел к один ножик. Мусорные баки за магнитом. Отнесите, суки, свой мусор. Я уже матерюсь. Отличный, прекрасный. Для кого подойдет это место? Для тех, кто любит вкусно, классно поесть. Вам будет здесь очень хорошо. 35 градусов. Добрый день, дорогие друзья. Кукушки, сосны. Это все солнечная прекрасная Анапа в Джимате. Мы сегодня начинаем нашу прогулочку от юбилейного. Это детский лагерь, который восстановили уже частично, еще не полностью всю территорию. В дальнейшем обещают, что заработает все. Здесь сейчас отдыхают дети. Их отсюда видно. Если вы хотите посмотреть, как там все внутри сделано, уже сейчас, в прошлом году мы делали обзор на него. Наберите Юрий Азаровский юбилейный. Посмотрите с большим удовольствием. Я уверен, что вам это видео зайдет. Сегодня же я вас приглашаю на прогулку по нашему прекрасному Джимате. Покажу вам его первый проезд, гостевой проезд. И закольцуемся вот таким большим кольцом от юбилейного. И у юбилейного закончим. Приятного просмотра, друзья. И не забывайте ваш лайк, сердечко. Смотрите, поделитесь с друзьями. Отправьте им видео, попросите подписаться на нашу группу. Потому что с полмиллиона мы опустились в том же самом ВКонтакте до 26 тысяч подписчиков. И каждая подписка теперь очень важна и нужна от души, ребятки. Также пишите комментарии ВКонтакте. Их очень мало. Разберитесь. Нажали на видео, под видео комментарии написали. Это тоже будет прекрасный стимул для движения вперед. Ну а также подписывайтесь на наш телеграмм. И можно поддержать донатом нас, друзья. Рутуб пока чинят. Видео новое заливать не могу. Но и там мы тоже присутствуем. Крепко обнимаю. Пойдемте гулять. По такому сосновому лесу, который находится в Пионевском проспекте. С левой стороны у нас бывшая, ну теперь уже Анапа, назвать. Раньше был пограничник России. И здесь мы прогуливаемся дальше. Здравствуйте. Пойдем посмотрим, как выглядит наше джемоте. Здесь у нас какой-то ремонт с этой вышки, что ли, происходит. Мне интересно, вот столько вышек уже поставили в джемоте. Интернета как не было, так и нет. То есть любая связь проваливается. Сейчас, в принципе, в пик сезона она практически нигде и не работала с этого сеть. Как вы пишете, вот у меня та сеть работала. Лето, ребят, допустим, для стримов нужен потоковый сигнал. Хотя бы 5 мегабит на прием и отдачу. Хотя бы на отдачу. Тогда будет все хорошо прям работать. Но его нету. О, виноград послевает. Какая красота, друзья. Обожаю такие вот места, когда ты приходишь и так вот красивая виноградная лоза смотрится. Мы сейчас находимся напротив Явы. Это самолетик имени Гулаева и проезд туда Гулаева к лагерю Гулаева. Правда, лагерь там уже не функционирует. Хотя может и функционирует. Вы пишите, если вдруг что знаете. Будет интересно вас услышать. Ну а сейчас потихонечку мы по правой стороне дойдем до уральских самоцветов. Перейдем через дорогу и вернемся по другой стороне. Посмотрим как раз таки всю территорию эту. С левой стороны здесь танцплощадка. возле этого большого здания ИКНС. И также там разные детские развлечения есть. И такой вот сквер. Сегодня там мусор убрали. Хоть не буду вам трэш-контент снимать. Единственный момент, что я знаю, с утра проезжал мимо. Уже первые мешки с мусором там стояли. Это явно не отдыхающие наши гуляния собачек происходят. Ну по правой стороне здесь в основном частный сектор, гостинички. Ну и пару торговых павильончиков до первого проезда. Вот от первого проезда там коммерции очень много. А с левой стороны вот коммерция прям кипит. Здесь магнит, магнит-косметик, пятерочка. То есть такое центровое место, где продается абсолютно все. Здесь есть небольшой такой рынок, но он как парковка в основном используется. Хотя пару торговых площадей есть. Здесь частный сектор находится. Здесь продают разные ракушечки. по 50. Красивая одежда. Здесь, в принципе, все, что надо. В этом месте хвалят шашлык, друзья. Если ели, обязательно пишите, как вам будет интересно узнать. Смотрите, ребята, тут уже переходит во все. Люди. Это первый проезд. И все спешат на море. Я же говорю, мы пройдем чуть дальше. Здесь свежее мясо на углу продается. И экскурсионный магазин. Точка работает. Дальше. Аптека на аптеке. Утренняя атмосфера. Сейчас 8 часов 36 минут. То есть подходим к 10 к самому пику на море. Вот здесь морепродукты очень хвалят. И постоянно очереди здесь собираются. Есть и ели, пишите тоже. Вот вторая аптека. Если вдруг вам места в той аптеке не хватило, то можете здесь прикупить уже нужные вещи. Дальше. Дальше. Магазинчик Пена. Продают разливные напитки. Но пока оно закрыто. С 10 начинает только работать. Леди Шарм в самом красоты находится. И сыр, и вино. Вальма. Магазинчик. Дальше. Шайки. Опять разливухи. Бочковой разливной. И раков предлагают. Жарковато. Очень, кстати, печально, что у нас не хватает парковочных мест. И все дороги вот так вот оставлены транспортными средствами. Поэтому по Пионевскому проспекту двигаться крайне сложно. Поэтому прошу максимально близко. Кстати, у вару. Потому что я понимаю, что проблема какая-то существует. И решать ее можно только хорошей, правильной парковкой. Далее у нас море косметики. И еще одна аптека. Сколько аптек вы уже засчитали, дорогие мои? А там еще одна. Там еще одна. В общем, такое ощущение. В Джамате приезжают самые больные люди. Если бы не было востребовано, столько бы их здесь и не существовало. Если вы где-то отдыхали из этих частных секторов, пишите в комментариях, сколько в этом году было, как вам. Может быть, что-то посоветуйте нашим друзьям. День добрый. Наши люди везде. И это прекрасно. Я чувствую сегодня кайфану от жары. Потому что вот сейчас прогуляюсь по Пионевскому проспекту. Из тенечка выйдя я уже прочувствовал всю мощь солнца. 35 градусов жара. Хотя мы уже думали, что все. Пришла осень. Бархатный сезон. И можно отдыхать уже более комфортно. Но нет. Жара вернулась. И еще, говорят, будет весь сентябрь нас жарить. Ну что? Здесь у нас еще магазин завода КВК. Это вина. Здесь у нас магазинчик обычный. Фикс прайс. Или это все по прайсу называть? Немножко другой. Ну и еще, конечно же, одна аптека. Ведь вы помните, как их не хватало? Так мало, так мало. Здесь, с правой стороны, вот эта веранда довольно-таки востребована. Тут можно купить разный стрит-фуд, который вам быстро приготовить. Но работает туда уже ближе к обеду. Ну, допустим, ценники на мясо на мангале вот такие в этих местах. И садили сыр на 220, корень на 220. И уже потихонечку ребята начинают работать. Ну, еще раз говорю, больше будет активности именно к обеду. Красиво подсвечено. Мне нравится, как это выглядит. Тут прям фреш-соки, напитки. Варвейх. Это у нас виртуальная реальность. Тир стоит. Ну, пока тоже не работает. Ждет вечернего времени, когда вы все проснетесь и пойдете развлекаться. Потому что сейчас все, кто просыпается, и, конечно же, на море двигаются. Здесь у нас уральские самоцветы находятся за этим парком аттракционов. Я их показывал в этом году на обзоре. И мы здесь завершим прогулочку. Потом в следующие дни прогуляемся уже вот на эту часть джемоте, чтобы было более полезно. Тут аттракционы работают, развлечений в джемоте с каждым годом становится все больше. То есть вы приезжаете уже, не скучаете, как раньше. Но чем ценится джемоте? Тем, что здесь гораздо спокойнее, чем в том же самом Витязева. Дороги переходите на пешеходных переходах, потому что это более безопасно. Не делайте, как я. Здесь у нас еще не все павильоны открылись, но тоже прогуляемся. Потому что, ну что, тут три человека проходят. Для кого работать считают? Продавцы зато работают вечером до поздно. Видишь, часиков по 11, а здесь еще точки кипят и бурлят. Потому что самая такая ходовая тема начинается. Доходим и до хинкальной кафе европейской грузинской кухни. Здесь фрукты и овощи выставку сделали, ребята. Это нет, подписано 180 нектарины, 160 помидоры, 100 рублей сливы. Красиво. Сливы это помидорки, сливки. Шашлык не подписан в этом месте, к сожалению. Хотя вот дальше здесь мангал подписали очень хорошо. Пишите, где в этом году пробовали шашлык, где вам больше всего понравилось. Будет интересно узнать ваши места. Хотел бы сейчас у американца включить какой-нибудь вкусный напиток в свой рацион. Но, большому сожалению, он тоже работает с обедом. В общем, джимоте в 9, ну почти в 10 утра делать особо нефигно. Но я специально пришел в это время снимать, чтобы не по, так сказать, толчье это делать. Все сейчас только просыпаются и на меня внимания особо никто не обращает. Потому что приятно, классно и прекрасно. Здесь у нас на почту поворот, на тротуаре. Ладно, ну вот тут уже поставили скамейки прямо на дороге со столами. Прикольно. У нас развиваются территории. Продают тоже всякие сувенеры для вас дорогие. Прям хочешь, не хочешь купишь. Потому что дети все это видят и им все хочется. Булгеры справа. Здесь уже мороженое пять шариков за сотку. Разные какие-то коктейли продаются и сладости. Сказка кафе открывается. И еще вот аптека с первой стороны, друзья. Ну, в общем, в аптеке вы точно можете не переживать. Здесь мангал работает днем. И ценники можете посмотреть на нем. Галя закрыта еще. Мне в шоке. Прям на самом-то деле. К десяти утра еще не работает. Это вообще почти думал круглосуточно работает. Кафешка. Ну, ладно. Веранда функционирует у нас. Ждет вас гости. Хотя бы кто-то. Такое симпатичное заведение. Можно здесь отдыхать. Если отдыхали, еще пишите ваше отзывы. Дальше. Фанагария. Магазин. Двенотека. Здесь столовая. Сандей. Я в прошлых проходах показывал. Естественно, не особо хочется ходить по столам. Потому что цены, в принципе, ребята, не меняются. И остается все то же самое. За 269 рублей можно комплексный обед получить. Первое, второе. Салат, напиток на ваш выбор. Там хорошо. Сидишь под кондиционерчиком. Закрытое помещение. Как бы все работает. Так выглядит как раз-таки столовая. Сандей. Все-таки мы зашли в гости. Нас позвали. И попьем немножко кофе. Собственно, в холодильнике. Напитки. Здесь сейчас идет завтра, друзья. Выбор для завтрака довольно-таки тоже приличный по блюдам. Все видно, что свеженькое. Ну, и по ценникам. Давайте я вам покажу, как это все выглядит. То есть завтраки каша рисовая, допустим, за 70 рублей. Видите, алиби 150 грамм за 100 рублей можно взять. Первое блюдо крошка. Ну, в большинстве, до 80. Слушайте, а цены-то очень даже хорошие. Если пробовали, то обязательно напишите как вам. Попил кофе. Любимый три его дома. Прям насладился от души. И продолжаем нашу прогулочку сами. Здесь Дионис. Бог виноделия по дороге. Гореческий сидит. Ну, и разливайки, ребятки, работают для вас. Самые популярные места, которые я проезжаю по вечерам. Возле них толпится очень много народу. Гостевой дом Клим. Гостевой дом Олим. Там находится еще разливайки. Уже радуется. И с утра ребята пришли калевать себе. Здесь у нас Клим. Кафе находится. Если отдыхали там, пишите как вам. Интересно очень узнать ваше мнение об этих местах. Потому что, как всегда, говорится, вы правы. Знаете, как лучше, где лучше. Здесь в Климе работает уже столовая. Удобное помещение. Девочки вас ждут. И можно посмотреть, почем в вечернее время шашлыки предлагают. Сейчас оно не работает, шашлычное. Потому что, ну, шашлык ведь с утра никто почти не есть. Все-таки легкие завтраки. Это так же, как вот мы зашли в Сандэй, столовую. И там вот заканчивается уже завтрак. Поэтому выбор на такой большой обед. В 12 будет полная загрузка. Говорят, что в этом году столовая работать у них очень хорошо. Причал. Здесь у нас мангал номер 1 называется. Местечко. Вы его не пройдете с такой большой надписью. И можно прям разглядеть. Хорошо по ценам. Что тут, сколько стоит соусы. 90 скумбрия. Сом даже готовят за соточку. Прикольно. Я попробовал. Люля куриная свина за 90. Баранина. 350. Мякоть. 400. 6. 120. Мякоть 90. Слушайте. Отличный. Если по весу все у них великолепно. То геолокация. Мангал номер 1. Выглядит очень конкретно. Я думаю, поэтому здесь постоянно все забито. Проезжаешь, чтобы туда же люди вот на этой зоне, веранде, где от на улице. Тут у нас находится остановка. С правой стороны пятерочка. Кофейок там по 49. Кстати, в этом году здесь быстрый фут закрыли. И пальмы, смотрите. Прям отряд погибших на джемоте. Очень жалко, конечно. Тут, кстати, пятерочка расширилась. Представьте себе. Раньше здесь был магазинчик. Другой. Теперь вход именно отсюда сделали. То есть она гораздо больше была. Я после обновления в нее еще не заходил. Мягкое мороженое. Коктейли девочки готовят. Разные экскурсии предлагают. Здесь фрукты и гранатовые соки. С той стороны мороженое. Тайское мороженое. Славится мороженое. И огромное количество людей, которые собираются стартануть через Пеневский проспект туда на выход. Здесь у нас пепельница прямо на тротуаре. И сквер, который великолепными деревьями уже радует. Но хочется показать, друзья. Вот здесь вот эту свалку убрали. Вы даже не представляете, какой тут был мусор. Как тут воняло. Что здесь происходило. И очень обидно, что вот сегодня, проезжая с утра, я уже увидел, что начинают скидывать заново здесь мусор. Какие-то коробки, пакеты. Это при том, что здесь это выпившие люди, да, мы доставили вот такие вот таблички. Что мусор не бросает. Штраф 30 тысяч. Мусорные баки за магнитом. Отнесите, суки, свой мусор. Я уже матерюсь. Я не могу по-другому этих людей назвать. Они портят вид нашего города. То есть приезжают, убирают. Мусорные баки есть. Отнесите, выбросите за магнит. Нет. Вот сюда. Будем срать прямо где работают. Потому что тяжело пройти дальше. Обидно. Пипец как. Это очень обидно, что так происходит. Потому что стояла вонь жутчайшая. Я честно думал, что проблема в том, что этим людям некуда выбросить мусор. Но получается, что баки есть. До них надо пройти. А им тупо лень. Вот так и живем, друзья мои. Здесь с правой стороны можем увидеть тоже. Продают разные вкусняшки там под вентиляторами. И магнит экскурсии. Но я все-таки решил дойти до того места, где развлекаются дети впереди и показать вам его. Хочется еще добавить по вот этому скверу. Есть освещение, фонари. Есть зелень. Убрали тут амброзию, которая сильно росла. Получше становится. Не хватает опять-таки лавочек. Особенно под тени деревьев и мусорчик. Чтобы они радовали наших отдыхающих. Потому что пришли прогуляться, а посидеть только вот здесь. С правой стороны девочки плетут косички, а вот они лавочки. Перед сценой, на которую приходят детки, поют, выступают. Там можно пострелять, полазить. Ну и собственно мы зашли сейчас за магнит, за которым вон те самые мусорные баки доходятся. То есть это не фантастика, которую я выдумываю. Это все по факту как есть. То есть этим предпринимателям просто мусор надо до сюда донести. Тут если даже по пути им приспичивав туалет, туалет установлен. По 30 рублей можно сходить. Ну правда они все забиты, но сам факт. Если сюда хотя бы выкинуть, это не будет позорить весь Пионерский проспект. И взять на самом виду. Парни явно собрались в магнит сходить. Огонь. Ведь они реально пошли в магнит. Смотрите в телеграм-канал. Название видите на экране. И подписывайтесь, друзья мои. Помогайте развиваться нам. Будем рады и благодарны. Все тут квас не квас. Мохито можно купить. Ценники вы видите. Квас один литр за 120 рублей можно купить. Здрасте. Ребята говорят, что вывозили здесь и убирали все. Это вот предприниматели, которые здесь немножко денежку зарабатывают. Так что им за это спасибо. Мы же переходим сейчас через пешеходный переход. И туда дальше в первый проезд будем врываться. Они говорят, что пытаются вычислить, кто это убирал. И, кстати, там при мне, по-моему, мне на камеру попали, не попали. Там ребята еще принесли мусора туда. Так что жить происходит все, друзья. Ну и вот он первый проезд. Это место, где отдыхает гораздо больше всех людей. Тут семейная винодельная находится. Интересно, в этом году у меня получится? Ура! Здравствуй, дорогая. Хоть раз тебя увидеть в конце сезона. Ладно вас видеть. Рассказывай, как сезон прошел? Все хорошо, все отлично. Прям вот все продавцы радуются в этом году. Говорят, приехал, прям нормально людей. Единственное, пока сейчас непонятки, что будет у нас в сентябре. Потому что на сентябрь брони, говорят, мало. Вы как ожидаете? Нормально людей будет? Хорошо, все отлично. А вы как? Нормально? Ну, я просто надеюсь и верю. Давай по ценам с тобой пробежимся. Помидорчики 180, огурчики 160, мандарин 250, виноград 230, 200 и 230 тоже. Персик 170, лектарин 220. Крупный сон, это хороший манго сон. Включенный персик. Включенный персик 250. Римский люк 150 рублей. Инжир 300 рублей килограмм. Линя 80 рублей. Яблоки 130, 100 рублей слива. 100 рублей, голубей глоточек 350. Малина 400, голубика 500 рублей. Чучхела 50, 100 рублей 150. 200 рублей килограмм. Смотрите, какой сочный манго. Сейчас полезный, вот посмотрите. Такой манго только в Таиланде. Вот ребята. Ты сам ездил в Таиланде, я смотрю, акцент появился. Кайф. Нежный, кайфовый. Вечером приходите, вечером 5 часов. Пионерский проспект, первый проезд. Манго, полно. 200 рублей килограмм, ребята. Сочный. Супер. Распродажа тапочков. А что так дешево? Уже скочет заплевание. Все, домой пора. Еще лето не закончилось. Работай. Мы двигаемся дальше, ребятки. Здесь можно посмотреть, что тоже потихонечку все открываются. На то, что ребята, эти стрелы распродаж хотят уже по дамам. Это, конечно, меня напрягает. Надо работать. Работать, косить, как говорится, без остановки. Чего здесь только нет. С левой и с правой стороны продаются все, что только вы мечтали или хотели. Ну, в общем, для вас здесь все повыставляли. Одежды очень много, еды, разные сувениры. Здесь сейчас от ребят специями прям аромат идет великолепный для вас. С утра эти подгладывают новые. Здесь выпечку продают. Тоже вкусная, классная. Посмотрите, какая красота. В этом плане джемоте прям выбором своим очень радует, друзья. Кофе, чебуреки, шаурма, торты. Я, наверное, пока еще многое закрыто. Я в шоке от того, что в прошлый раз я шел. Сейчас, чтобы вы понимали, уже время 11 часов. Народ еще не вышел всем на торговлю. То есть, по ходу, уже реально заработали нормально. Уже не стоит напрягаться. Раньше тут в 7 утра уже все сидят. Сейчас как-то с этим прям тяжело. Здесь тоже мед, фрукты, овощи. Выставка, экскурсионная точка. Ну, его тоже с утра накладывают там красиво, друзья. Здесь у нас улица называется Песчаная. Слева, с правой стороны находятся гостиницы. Предварь по ней пробежаться. Давайте в правую сторону пройдем. Здесь у нас частный сектор. Плюс фрукты, овощи продают. С правой стороны кофейня есть где посидеть. Виноград. Вот это меня сейчас больше всего радует. Такие беседки я вам показал в начале одну. Посмотрите, здесь тоже очень красиво смотрится. Тут и белый, и красный. Попробовал одну бубочку. Вот эта розовая просто восхитительная. Если вы где-то отдыхали в одном из этих гостевых домов, либо, допустим, приходили в эту шашлычную столовую, обязательно напишите. Вкусно было. Что-то нравилось, не нравилось. Некоторые гостиницы у нас есть на обзоре. Я уже, правда, все не помню, что я снимал. Что же от них голова кругом идет. Но, тем не менее, то же самое улицу Песчаную в этом сезоне точно показываю впервые. Вот частный сектор. Радует левая сторона обилием деревьев. Но, опять-таки, проблема с парковками. То, что здесь все эти территории заказывают в тротуар, чтобы было хоть где-то припарковаться. Гостиницы прям очень разнообразные. Ну, где-то такие большие, красивые. Где-то частные домики стоят. И все это упирается именно в юбилейный лагерь, к которому мы сейчас забору подойдем. И вот пытаюсь, иду, вот эту снимал, не снимал. Точно помню, угловую в правой стороне снимал гостиничку. А вот в этих местах, представьте, золотая земля. Еще один такой домик старенький стоит. Красота. Ну, желаем всем развития территории. Желательно такое, знаете, чтобы было удобно всем. Чтобы строили парковочные зоны на первых этажах. А вы еще уже поднимали гостиницы. В подвалы все-таки здесь опускаться нельзя. Вода близко. И подтопление нам это все показали. Вот этот дом я помню, да, одним давно снимал. И можете увидеть, насколько он популярен. Все в машинах здесь. Ну, дача юбилейный. Туда приезд еще к одной гостинице. Астра, что ли. Она вот таки называется семейный отель. Повторяюсь. Если вы где-то отдыхали, обязательно пишите. Рассказывайте, где вам было интересно. Где понравилось больше всего. Потому что для меня это будет очень важно. Тут уже движуха начинается гораздо сильнее на первом проезде. Вернулись мы сюда. И давайте пройдем дальше. С правой стороны столовая у нас. КФБ 52. С левой стороны частный сектор. Тут у нас находится гостевой дом Ева. Каждый год обновляем информацию у нас на канале. Так что, ребятки, можете приезжать отдыхать. Подешевле, чем в других местах. Там есть эконом варианты. Так что посмотрите обзорчик. Ребята, работаю для вас уже очень много лет. С левой стороны у нас еще гостиницы. Песчаная 10. Разные магазинчики. Орел здесь находится. С утра тоже, ребята, вкусняшки для вас готовят. Соки выжимают. В общем, бизнес, бизнес, еще раз, бизнес. Идет по всех местах. На песчаной, кстати, поинтереснее гулять, чем если, допустим, повинократно. Потому что песчаная пошире будет. Частные сектора. То есть, в таких вот зеленых двориках можно отдыхать. Ну, еще раз говорю, все зависит именно от вас. Если вы будете писать свои отзывы о том, где были. Что смотрели, что пробовали. Что советуете. Костевой дом Виктория с этой стороны. О, кто-то может прикупить все такую гостиничку. Продается она. А не дача гостевой дом находится. И далее еще у нас гостиница. Ну, такие более частный сектор. Дорогие мои друзья. В общем, мы вас ждем всех в гости к нам. Мест, как видите, размещения в том же самом чем-то очень много. Все у нас практически забито. Оазис гостевой дом. Вот, с него точно в этом году мне отзыв записывали. Просто когда спрашивают. О, вот в таком-то доме. Отдыхаем. Тихоазисов. У нас в Анапе пруд и маленькая тележка. Чтобы так вот тавтологией не заниматься. Можно так подписаться. Ну и дальше у нас бывшая территория пральских самоцветов начинается. И здесь гостиница на этом заканчивается. Надеюсь, что две минуты времени на осмотр песчаной улицы мы потратили с вами не зря. Вот так она выглядит именно сейчас, друзья. 33 и 6. Опускается резкая температура. Только заходишь в тенечек. Столовая. Б-52. С утра уже девчули пивасиком разгоняются. Говорится, что похмелье очень важная тема. Ну и здесь после завтрака можно увидеть, что уже тоже куча всяких скучностных. Сок в ассортименте по 45. Колодный чай, как АДЗ 40. Разновыпечка, салатики, мороженое. То есть выбор довольно-таки большой. Запеканка, сырнички. В общем, что поесть, есть. Выбор радует. Самое главное всегда, ребята, ваши отзывы. Потому что цены плюс-минус там везде одинаковые. Опугивание мук происходит. И все хорошо. Это цены столовой Б-52. Можете посмотреть. С этой стороны. Надеюсь, что все видно хорошо вам. Чтобы потом не было никаких вопросов. А сколько что стоит? Давайте. И дальше еще салатики. Довольно. Напротив Б-52. Здесь постоянно рыбку продают. Разные с отпугивателем мук. Разливные напитки. Ну, а также жарят разные вкусняшки. Барабульки, креветки, сырные шарики, ангустины. О! Вот так вот это все выглядит. Приготовление вкусностей. Ну, дальше опять-таки. Тут шашвычка находится. Она еще не работает. Все с утра. Шашвык никто не ест. Косички. Табаки. Далее здесь зал. Туда вниз. Можно пойти поесть. Тоже вкусняшки. Морские продукты. Под музыку такую зажигательную. Все. И наш народ танцует уже. Обуви. Достаточная косметика. И фрукты, овощи продаются везде. Эх, ребята. Как прекрасно гулять по этим местам. Понимаю в том, что еще считанные дни. Десять дней, ребята. И лето закончится. Мы очень все надеемся, конечно, еще на сентябрь. Даже до середины октября хотим работать для вас. Ромео. Культовое заведение такое. По ценам можно увидеть. Че почем продают. Выпечка. Узбекская кухня. Хвалят постоянно. Здесь у нас база отдыха активная. Во. Уже мангальщик работает. Углей развел. Посмотрим на столовой тоже. Как она выглядит. И что здесь почем стоит. Я постоянно попадаю против шерсти. В этой столовой мне нравится то, что огромный. Просто выбор. Разной продукции. Можете сами все это увидеть. Чего здесь только нету. Аромат едовый. Вареники с лишней. С удовольствием бы впаял. Смотрится все очень вкусно. То есть, когда вы к нам приезжаете, если вдруг переживаете, что останетесь голодными, мне кажется, переживать абсолютно не стоит. Ну и вот такая вот зона. По ценам можете посмотреть. Так плюс-минус. Потому что не особо удобно в этой столовой. Они сзади находятся. Надеюсь, что мои подписчики все разглядят. А так неудобно вот так вот. По ценам. Что, сколько стоит. Так, в ассортименте. Сама базового отдыха. В общем, мы ее снимали даже как-то там. Просто потопов до потопов. Напротив нее здесь еще фрукт, овощи. Сейчас у всех идет, знаете, активный подвоз. Здесь чьи, дарю Черного моря. В принципе, выборы огромные. Всех тех продуктов, которые вам надо. И поворот на улицу Виноградная. С этой стороны тут тупик. Коста-Альта называется. Гостиница, которая построена на этом углу. Огромная. Кстати, если там отдыхали, тоже напишите, как вам. И улица Виноградная. Дальше здесь торговля кипит в полной мере. Сейчас зайдем, посмотрим еще в эту столовую. Как здесь выглядит еда. Ну, по-честному, мне кажется, даже одной показать. А дальше вы уже ходите и сами смотрите. Что, как выглядит. Что, сколько стоит. Потому что выбор везде там плюс-минус одинаковый. А дальше уже вы смотрите, где и что вам нравится. Вот вам, пожалуйста, такой выбор. Вот такое вот помещение у этой гостиницы. Девочки культурные. Напомню, как с ними познакомились. Хорошим работаем. По ценникам можете увидеть. Борщ, допустим, за 80. Салат овощной за 80. Котлета мясная 100 грамм 110. Поджарка зенины 120. Гречка 60. Гречка 60. Гречка 60. Такой выбор. В общем, все, что вам надо, цены выдели. Тут столько разливных предложений напитков, что я прям удивлен. Выбор огромный. С этой стороны абхазский чай, кофе, орехи, восточные сладости предлагают. И любимые мои полуголые продавцы. Походу, один все-таки ушел работать. Здравствуйте. Даже с ценниками, смотрите, частично уже есть. Где твой друг? Продали? Спит? Слушайте, все что-то очень долго спят. У них здесь выбор большой. Показания там покажу. Здесь рыба соленая, замороженная, фенемороженная. И выбор напитков тоже большущих. Несчастные наши продавцы рассказывают нам про цены на фрукты овощи. Рассказывают. Картошки. Картошка 70 рублей. Капуста 70. Лук 50. А гуси, помидоры по 150. Виноград 180. 180. Виноград весь 180. Так, смотрите. Груши 250. 200. 160. 130. Яблоки 100. Сила 100. И жир 280. Ягоды все по 100. Платочки по 500. Так, эти у нас 180. 120. Абрикосы 200. Плюшки 300. Арбузы 50. Дени 80. Вот тут я вижу, оса сидит у тебя на вкусной чучхеле. Это чучхеле, да. 50, 100 и 150. Спасибо, хорошая работа. Приезжайте. Хочу еще сказать, вот мои подписчики пишут в комментариях, что постоянно покупают фрукты и овощи. Вот те точки, которые я показываю. У вас благодарю за то, что честно с ними работаете от души. Спасибо. Всего хорошего. С другой стороны, здесь большое количество разной выпечки. Тут пицца, бугер, шаурма и гира ребята делают. Красиво, наверное. Если ели, пишите обязательно. Ну, а здесь у нас магазинчики, в которые вам советую заходить и покупайте вещи. Я сегодня шорты снял свои. Клевый. День добрый. Вот с таким ремнем, подарком от ребят, вот за полторы тысячи он даже подписан. Я хожу уже порядка четырех лет. И ему хоть бы хны. Единственное, я похудел, его немножко укоротил. Они живут как бы очень долго. Вещи очень качественные, подарки будут крутые. Поэтому, ребятки, если покупали, отзывы тоже пишите. Будет интересно от вас услышать, как вам понравилось, не понравилось. С правой стороны еще разная выпечка. Кофе все по 100. Так вот бывает. Ну и пицца. С правой стороны написано. Ой, как здесь выпечка и аромат идет. Креветки маринованные. День добрый. Добрый, добрый. А вы просто в другую сторону смотрите. С этой стороны можно посмотреть. Очень много разных игрушек продают. И мы дошли до пересечения первого проезда и юбилейного. Максимально подробный обзор. Я буду монтировать его потом долго нудно. Посмотрите, песок докуда доносит. Правда, обидно видеть, что вот так вот все замусорено. Бутылки, бычки. Что вы за люди? Здесь столовая полянка находится. Давайте тоже забежим, глянем по традиции сюда. Здесь разливуха с левой стороны, но еще закрыто. Вот кофеечек уже продают. Это вот ближе к пляжу. Видите, сюда на завтрак не все доходят еще. Обычно тут тоже много народу было. И можно увидеть, что здесь есть. По ценникам тут все разбросано. Я надеюсь, что если что, вы поставите на фаузу и увидите, что как и почем. Как хорошо, что с утра поел манной каши с тостиками. Прям так идешь, довольный. Вроде ароматов много, но ты не голодный. Класс. А вы любите манную кашу? Пишите в комментариях. Или я один такой любитель, готов ее каждое утро есть. Здесь у нас новое столовое с левой стороны. Тоже пока людей еще нет. Как-то странно, да? Только открывается, походу, ребята. И дальше столовая. Мамма миа. В общем, столовых я сегодня, я думаю, много показал. Во всем бегать не хочется. Название услышали. Пишите. Еле бы там понравилось. Мама миа, кстати. Смотри, что людей много сидит. Единственное, там на телеках у них ценники. И камера у меня их не снимает. Тут тоже много людей. Помимо еды столовской, здесь предлагают выпечку узбекской кухни. Чебуррики по 100 рублей, например. Здесь рыбка на мангале. То есть максимальный комплекс из еды. С левой стороны ресторан Краб называется. С правой стороны здесь зона отдыха. На пуфиках коктейли. Здесь у нас Дмитрий работает. Кинотеатр под открытым небом. Пожалуйста, вам расписание. Можно прийти на пуфиках, посидеть, посмотреть, чем многие люди и занимаются. Здесь кукуруза. Аромат идет. Интересно. Димка со скольки вообще работает, потому что я его пока не вижу. Но тут как раз-таки зона кинотеатра. Дальше там туалет работает. И мы слышим, как зазывают на покатушке. Вот здесь люди выходят покурить. Для них мусорка стоит, что очень удобно. И это хорошо. Мужик в туалет сходил. Единственное, на всех, вот видите, все пьют, отдыхают, наслаждаются, так сказать, этими моментами счастья. А в туалет пошел только один мужик. В туалет 50 рублей, 100 рублей. Душ и ногамойка за 20 рублей. Но это количество людей от ЖМТ. Вот так вот выглядит. 400 рублей в сезон без матраса. С матрасом за 500. Можно снять. Выбирайте уже сами себе. Матрас, кстати, идет с Wi-Fi. То есть на пляж, если вы вышли, я охренел от количества, которые тут за качелями люди отдыхают. Такое себя. Ну, конечно, купальники иногда меня прям очень радуют. Курение, конечно, по даче бы хотелось. Потому что, ё-моё, ё-моё, где я? Китай, это ты? Круто, да, друзья? Ну, людей еще очень много у нас отдыхает. Когда все говорят, а что так мало народу? Я не знаю, почему они как-то проходят мимо вас. Наверное, вы долго спите, ребята. Потому что людей на пляже прям очень большое количество. И я вижу, что все счастливые. На отдыхе по-другому быть, в принципе, и не может. Хочется вам подснять обстановочку не с широкой камеры. Вот там дальше у нас улица Морская, Фея 2. Пляж и пирс мы видим. Маленький и голубой дальше, где дельфины. Там у нас джематинский проезд находится. В море народище просто невероятное количество. Смотришь радующе за всех тех людей, кто приехал к нам в джемате. Спасибо, что у нас отдыхаете. Потому что благодаря вам мы можем прожить эту зиму более легко и свободно. Вот если бы вы не приехали, нам бы пришлось строить заводы, идти туда работать. Но пока мы можем зарабатывать на вашем отдыхе. И это прекрасно, ребят. Всем желаем хорошего отдыха, хороших эмоций, великолепного настроения. Чтобы в вашей жизни случались только позитивные моменты. Здесь появился вот такой большой городок в джемате, на который с удовольствием, думаю, ходят все дети. Потом дальше пройдем, попробуем узнать, как он стоит. Ребята, на билетике инструктору издаем нашему? И в ту сторону, ребята, посмотрите, пожалуйста. И ожидаем, билет издаем и ждем возле водички. Вот это да. Джемате, конечно, нам прям радует в этом году, друзья. Осталось их попробовать продраться к пляжу. Потому что все свободные места уже людьми позанимались даже. Проходишь, вот только что тут был проход, уже люди постелили. Говорят, все, входите как-нибудь мимо нас. Ну, я надеюсь, что мы пройти свободно можем. Потому что сейчас, я думаю, что стало гораздо проще это делать. Людей на пляже меньше. Муря немножко с зеленцой. Но каких-то, знаете, таких вот водорослей, чтобы прям было жесть. Сейчас мы не заняты тем, что строят вот такие вот песчаные замки. Ну, людей вокруг все-таки становится меньше. Сезон подходит к концу. И сказать, что это вот прям тот момент, когда людей много, я уже так не могу. Да, они есть. Да, вроде бы зажаты на пляже. Но, в принципе, промежутков достаточно много. Чтобы найти себе место под солнцем абсолютно бесплатно. Обязательно даже под шуток на наш банк. Друзья, хочу ко всем вам обратиться. Я сейчас начал ВКонтакте делать группу с фотографиями меня с вами. То есть, если кто-то фотографировался в любом году со мной, присылайте, пожалуйста, фотографии. И в альбоме, в группе ВКонтакте, там, наши люди, будете вы тоже запечатлены. Но, по идее, пока сейчас и вы сами можете удовольствовать. Но лучше по номеру телефона 8 9 8 8 333 7 8 8 7. Присылайте. Буду очень рад вас порадовать, друзья. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Пойдемте море замерять. А потом прогуляемся еще в ту сторону. Надеюсь, что сегодняшний обзор вам очень нравится. Какие счастливые детки. Подходишь ближе к берегу. Здесь людей кажется как будто совсем много. Берегов практически не видно. Но зато очень красиво. Самое главное, берегите себя. Приглядывайте за своими детьми. Потому что детки теряются только на раз-два. Флаги пока желтые. То есть, в принципе, мест запретов нет. Хотя, с некоторых пляжей, особенно каменных, в большом утроще нам присылали о том, что сегодня уже начал действовать запрет. Температура воздуха в море 29,9. Ну, 30 градусов. Сейчас узнаем температуру воды. Водичка, как видите, водоросли присутствуют. Потому что волна их прибивает к берегу. У нас сегодня на пляже Афалина, в районе Витязево-Бло, водоросли побольше. Они плывут все, видите, в ту сторону. И какому пляжу теперь не повезет, когда течение остановится, прям большой-большой вопрос. Мы будем надеяться, что шторм усилится и все водоросли выпрыгнет непосредственно в море. Это был бы самый, наверное, лучший вариант. Здесь я, кстати, в купальных шортах. И сегодня я хотел занырнуть. Ну, мне кажется, в такой воде особенно мы там ничего не поснимаем. Должна быть чистая, кристальная и манящая для красивого обзора именно для вас. Тут даже умудряются змеев на пляж продавать и запускать. Вот такие вот дела, друзья. Это пляж Джамате Витязь моря. Зелененького, прекрасного и классного. Здесь не хватает только вас, уверяю вас. Зелененькое море на фоне прекрасных наших лаз. Спасибо, что все здесь, ребятки. Ну, все отходят подальше, потому что там водичка будет становиться 100% гораздо чище. Я, в принципе, тоже пытаюсь зайти поглубже. Главное градусник не намочить. Щетки сегодня могут страдать. Я, в принципе, возможно, сегодня буду в море нырять. Здравствуйте. Как вас зовут? Дмитрий. И? Откуда вы к нам приехали? Из Перми. Как вам у нас? Ну, я понимаю, это прекрасно. Это значит осознанный выбор. Ну, вообще, как вам? Вот все нравится. Все нравится? Прям совсем все? Нет ничего плохого? Третий год уже. Спасибо большое. Примерно, что водное тоже место либо в море, либо в хоре. Почем сейчас отдых? В хоре у нас 6500. Это на сколько человек? Сперед не стоит. Угу. Ну, довольно-таки высокий ценник с питанием. Без? Без. То есть это без питания, бассейн? Там 3 бассейна. А. Ну, это очень. А адрес какой у них? Угу. То есть вы туда бы приехали еще? Да. Ребятки, трехчасовая. Трехчасовая городская рыбалочка. В 16.00 осталось. Там 400 мест. В которые мне не тяжелые. Угу. Подешевле. Хорошо. А почему поменяли? Отправление. Ага. Ну, это тоже правильно. В принципе, пляжи те же. Вот сейчас мы стоим среди водорослей. Критично, нет? Да. То есть не мешать. Туда дальше заходите? Там чистое море? Спасибо большое. Вам еще приездов почаще к нам. Я думаю, пока детки у вас еще небольшие, вы будете приезжать именно сюда. Потому что здесь не глубоко, особенно на джемоте. В этом плане прям хорошо. Хорошо. Спасибо. Выносится бананчик в море. Я предлагаю вам немножко посмотреть на людей, которые купаются. Наслаждаются нашей водичкой. Лица, по-моему, все самые счастливые, которые только могут быть. Это прям очень радостно. Видеть вас всех. Такой большой там сап. Сколько народ на нем сидит. В общем, красота, друзья. Морская идиллия в Анапе. В море всегда очень интересно смотреть на пляжные территории. Это вот джемоте. Такой вот комплекс игровой. Прям в море находится. Сейчас, правда, будет у нас очень сильная волна. Ну, не сильная, как бы. Но ветер потихонечку к обиду разгоняется. Должен до пяти метров. Это, в принципе, волнение моря. Там до метра. Это уже возможно. Мы посмотрим, как качнет. Это джемоте, как выглядит у нас с моря. Это берег. Такие виды прям очень радуют постоянно. Поглядеть, как говорится, как отдыхают наши любимые, дорогие отдыхающие. Все прибиты к береговой кромке. Хотя у нас там пляжные территории. Дюны здесь тоже существуют. Но их выбирают немногие. Потому что кто-то экономит туда, ходит в туалет. А кто-то любит поближе к морю. То есть, ну, там запахи могут быть не такие самые притягательные, привлекательные. Первый проезд прошли с вами. Поворачиваемся направо. И дальше мы видим аттракционы. Дальше мы видим шезлонги и пляж на улице Морская. В общем, людей пока больше, чем достаточно. Мне кажется, все-таки даже спад еще в джемоте не ощущается. Наконец-то я вас увидел в этот день. Сейчас на вас смотрим. Здравствуйте. У вас все отлично. Вам нравится. Я отдыхаю уже на протяжении 10 лет. Вот там. Здесь? Да. Это великолепно. А как вам вообще в принципе в этом году? Есть разница с прошлыми годами? Честно, в этом году не очень как бы хорошо. Много людей всегда было повсюду. Всегда мы отдыхали, ездили. И несмотря на то, что я буду ездить всегда. Вот так было. Отлично. Это прекрасно. Подписаны на Телеграм? Честно? Да. Это прекрасно. Даже ребенок подписан. Барин, помахай ручки один. Спасибо. О чем попрошлось? Приходите на пляж, присылайте коротенькие видео. Просто вот не хватает прям информации. Вот у нас джемоте с первого проезда. 30 секунд времени прислали, мы будем счастливы. Все. Я понял. Спасибо большое. Отлично. Отлично. Спасибо большое. До свидания. Вот так вот приятно встречать наших. Стесняются люди. Что-то много. Раньше на эфирах как-то более активно подходили. Здесь я вижу, что узнают. Но такие, а-а-а. Подойти, не подойти. Подходите. Не бойтесь, ребятки. Мы для вас работаем, снимаем всю эту красоту. И благодаря вам, в принципе, и существуем. Не будет вас, не будет и нас. Потому что просто так для себя снимать ты уже не будешь. Кстати, прямо на глазах мы можем увидеть, как увеличивается волна в море. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно с вами сфотографировать? Можно. Как зовут вас? Надя. Откуда? В Рюпинске. Как вам джемоте отдых в этом году? Мне нравится. Мы сюда практически как бы седьмой год. Приятно. Слушайте, вы уже подходите к третьей человеку, который мы много-много лет приезжаем именно сюда. Да. Это от души приятно. Где отдыхаете? На Пионерском проспекте. А, адрес не скажешь? Достивой дом. Виноград на 14. Сколько стоимость сейчас проживания? 2800. На сколько человек? На 4. Вы довольны? Вполне. А питаетесь где? Где нравится? Везде. Ну, вот какое-то место вот прям понравилось. Хотели бы посоветовать всем. Ну, нет. Не знаю. Мы день в одной столовой, день в кафе, ходили в ресторанчик местный. Ну, как-то везде хорошо. Ага. Ладно. Чтобы прям посоветовать, наверное, надо попробовать все. А шашлык может где-то вкусный самый? Везде брали. Везде нормально? Везде вкусно. Вообще прекрасно. Спасибо большое. Удачливые. Как приятно, как приятно. Люди узнают, подходят, фотографируют. Еще раз говорю. Если у вас есть фотографии со мной, присылайте. Обязательно. Буду вам за них отдачить. Благодарен, ребятки. Эх. Хочется, конечно же, наслаждаться вообще бесконечно этими местами. Я очень надеюсь, что свою майку не подчиняю. Девушка, фотографирую свой крокодил, который тут выставил. Сапы. Кедамораны сегодня, видите, отдыхают. Из-за прогноза их не сдают. У нас горка есть, на которой можно покататься. Батуты попрыгать. Сапы это тема этого года вообще. Тот, который там большущий увидел, это прям интересная темачка. Скажите, а почему у вас Сапы вообще? 800 рублей. Это на час, да? Да. Скажите, а вот тот большой, это ваш Сап такой? Да, у нас. А сколько стоит такой? Полторы. Полторы. А на сколько человек вообще рассчитано? 6-8 человек. Понял. Спасибо вам большое. Ну, я думаю, что вы все услышали, что почем. Мы же двигаемся дальше по пляжам. Чтобы вы понимали, что это не только где-то там, вот у центрального прохода такое количество людей отдыхает, а в принципе все пляжи Джимате в этом году загружены. И в ту сторону, конечно же, еще, наверное, сильнее, потому что там большие санатории находятся. Здесь можно увидеть, как идет строительство вот таких вот фигур красивых. Вот крокодиль еще был, здесь дельфин еще есть. Спасибо, кстати, моим подписчикам, которые нам это все присылают еще задолго, как я здесь прохожу. Благодаря вам в Телеграме у нас прям постоянно очень важный, нужный контент. Вот мы сейчас как раз-таки напротив этого городка находимся. Я всего вам показал со всех важных ракурсов и сторон. Ну, сильно-то, честно, даже не вижу у кого спросить. Благо-благо-благо. Тут подписаны мусорки, наверное, от какого-то пансионата, либо дома отдыха, либо от пляжа благо называются все эти места. Вот дальше отошли. Людей много, но мест среди них больше все-таки, чем там, где были мы на самом выходе. Некритичное, по-честному, количество. Согласитесь, некритичное количество водорослей. Хотелось бы, чтобы было их еще меньше, но как будет, так будет. Друзья мои, подходим мы чуть дальше. Здесь у нас еще одна спасательная. Дюмы тут повыше будут. Там под деревом можно посидеть, под лобом серебристым. В общем, места в Дюмете есть очень красивые. Я давным-давно бьюсь за то, чтобы застройка Дюм не проходила. Будем надеяться, что ближе строить тоже не будет. Берег в этом году такой прям интересный. Он волнами идет. Я не знаю, с чем это связано. После шторма века, видите, такие глобальные изменения у нас произошли. Здесь фотосессия происходит. Девушка хочет красивые фоточки себе. Приходите, если что, ко мне на фотосессии. Утренние съемки есть. Первый закат свободен 31 августа. Тоже есть. О, вот эта скульптура. Прям круто смотрится. Есть еще в обратную сторону посмотреть на первый проезд. Да, людей, конечно, много. Ну, всем желаем хорошего отдыха. Иначе. Красота. Как говорят, в глазах смотрящего. Я на наши пляжи всегда смотрю с любовью. Очень больно видеть, когда их засоряют. Сейчас мы идем по чистому берегу. Проблем нету. Мусорки стоят в больших количествах. Пожалуйста, еще одно место. Огороженное. Люди счастливые занимаются строительством. Играют со своими детьми. Солнышко теплое. Море теплое. Солнце, наверное, хотелось бы немножко поменьше уже. Но я понимаю, что вы-то хотите прожариться. И дальше обратите внимание, насколько становится здесь пустынно. Ну, в плане того, что не совсем никого нету. Но свободных мест между людьми прям конкретно больше, чем было до этого. Согласитесь, вот в ту сторону смотришь, там некуда падать яблоко. Хотя, в принципе, всегда можно найти. А с этой стороны вообще красота. И что я пошел в сторону? 5 минут. Да даже меньше, друзья. Ну, это всего лишь 5 минут. Вы на диване лежите гораздо больше. Вот поставьте хоть раз, как говорится, таймер. И посмотрите, сколько вы этим занимаетесь. И на пляже. Прошли в сторону. И потом наслаждайтесь. Отдыхайте. Удовольствие получаете. На все 200-300 процентов. Все в ваших руках, как говорится. Слушайте, крокодилы как-то в этом году прям популярны на наших пляжах. И тут, там и тут появляются вот такие вот скульптуры крокодиловые. Мужчины прям молодцы. Очень красиво смотрятся. Там и дышится как-то даже, да? Свободненько. Мы доходим до пляжа Юбилейный. Это вообще детский пансионат. Рядом с ним пусто. Туда на его территории еще пустые места. Потому что там купаются дети. Эти пляжи. И я всегда прошу, ребят, пожалуйста, не заполняйте собой во время купания и отдыха наших дорогих детей. Потому что их безопасность у нас приоритетит. Мы еще живем для наших детей, для наших потомков. И если мы не будем для них стараться, то какой вообще смысл нашей жизни? Посмотреть на эти пляжи и насладиться этой красотой. Пустотой. Вот детки побежали. У моря врываться стоит спасатель. У-у-у. Наши дорогие. У-у-у. Кайфы, 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 кайфули. Я счастлив, когда слушаю прием двигатель. Это значит, наша страна живет. Значит, все хорошо. И это прекрасно, друзья мои. Ну и в юбилейном всем, кто отдыхает, желаем самого прекрасного и лучшего отдыха на Черноморском побережье. Пускай, как говорится, так и будет. Мы все ближе к гостевому проезду, друзья мои. Я думаю, сегодня получается видосик прям фантастический. Столько эмоций, что они прям через край. И цены посмотрели, в столовые сходили, по пляжу прогулялись. Я уверен, что счастье должно прийти в ваши города. Пока не бери, я на это очень сильно надеюсь, дамы и господа. С юбилейного как раз таки и выход на пляж. Также сюда Анапа санаторий ходит, который через дорогу находится. Скорее всего, вот этот правый пляж от них. Чуть дальше он. Здесь водичка прям даже под берегом очень чисто. Слушайте, слушайте. И она мне прям нравится и нравится. То есть дальше водоросли были. А чего нам тут не скупаться? Мои дорогие, зачем нам идти туда? Красивые проезды там все. Сейчас тихо положим в свою сумочку. Забежим в море и кайфанем. Хотя бы чуть-чуть в этом году. Впервые буду купаться там, где берег и там, где джемоте. 2021. Привет, дорогой. Здравствуйте, секундочку. Руки освобожу. Привет. Как зовут? Максим. Ярославль. Очень приятно, Максим. Смотрю тебя давно. Давно это сколько? Сушей. А, наверное, лет пять. Приятно. А где отдыхаете? Расскажите мне. Мы на Песчаной. Апартаменты. Двухкомнатные. Гухней. Восемь тысяч. Прекрасно. На сколько человек это у вас? На пятерых. Вы довольны? Да, хорошо. Прекрасно. Бассейн есть у вас там? Бассейн есть, да. Но он неподогреваемый. Так вода просладная. Но мелко играет хорошо там. Отлично. Так что все отлично, здорово. Приятно, что смотрите столько времени, что я устроил возле такого вот чистого моря. То есть прошло, там водоросли есть, людей много. Вы выбираете себе тоже для отдыха. Ну да, мы лучше предпочитаем пройти и нормально остановиться, где вода чистая. Потому что водочные там запах дают такой. Тут каждому свое. Кто-то говорит, даже и полезные и так далее. Хорошо, что они у нас есть, они чистят чуть воду. Туда дальше на глубине моря еще чище, чем тут. Ну да, конечно. Туда заплывешь. Так вообще красота суперская. Может кому-то привет хотите передать? Ярославлю, привет. От души вам спасибо, что смотрите. Спасибо большое. Удачи тебе. Спасибо. Самое главное пройти в водоросли. Вот не только что было, тут вообще кристальная водичка и уже стало гораздо больше. Все это, как говорится, мелочи жизни. Пойдем, дойдем до моря. Занырнем, чтоб было все прям до исхода. Вот. Вот для первой мели, которая под берегом. Хотя выше колена вода не поднималась. Ей сложно назвать. Это не мелью было тоже. Водичка становится очень хорошей. Очень красиво, очень классно. Вот такая вот манящая, думаю, для всех, кто смотрит сейчас на купание. Потому что когда ты видишь, как это все происходит, я уверен, что очень хочется все бросить, занять денег и приехать в Анапу. А у нас еще такая погода должна быть очень-очень долго. Тормоз в этом году, в принципе, нету. Хотя лично для меня их очень не хватает. Вот я кайтер. Я хочу в море катать на кайсе. Затем все и на нем они особо не покатали. Там слабые ветра. Это не мое. Мне уже хочется хорошей восемь плюс метров, чтобы это действительно было катание в удовольствие. Ну а сейчас, дорогие, мы уже заходим в то место, где начинает становиться все глубже. Здесь у нас появляются первые люди. И море действительно становится кристально чистым и манящим для вас. Следующая мель уже находится очень далеко, поэтому мы до нее не доплывем. Но отсюда, я надеюсь, что водичка будет чистая и прозрачная, и вы там все увидите. Раз, два, три. Я вижу, что водоросли есть и в толще воды глазами, как бы все видно. Жалко, что они кристально чистые. Но это Анапское море, поэтому не будем расстраиваться. Хотите здесь водоросли, пожалуйста, вот на каменные пляжи. Здесь же все как есть. Атони мочу и перерабатываешь. Даже. Я надеюсь, что иди дыхал в море. Здесь аромат вкус. У него нормальный. Почему всегда вкус? Потому что у меня попадает море в нос и стыкает по главу. Я всегда чувствую вкус моря. Поэтому купаться там, где много людей, я не могу. Есть, конечно, выход затыкать нос, не нырять головой. Но для меня купание без ныряния, это все-таки какой-то, наверное, отдельный вид извращения. Потому что для меня не искупался за головой. Значит, вообще не искупался. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Раз, два, три. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 ни слов, техническая зона здесь, а он ушел туда дальше, ну такое ничё иногда бывает, главное, что все видят и никто не страдает, от катамарана, видите, везде отдыхают, проката сегодня не наблюдают, хотя меня их нет, там море ходит, странная картина, друзья, так, я предлагаю вам уже отсюда уходить, потому что дача в принципе все тоже самое, здравствуйте, очень приятно, как вас зовут? Меня Сергей. А сходу вы? Ну вообще сам из Москвы, здесь уже долго живем, наверное, лет 6 примерно, здесь с девушкой, с девушкой приехали. А где живете? В Анапе самой живем, я просто на Пионерском проспекте работаю, и вот на этот пляж, на Динамо всегда прихожу, а где работаете? Я в пансионате Соловей. Ну как там вообще, хвалят его в принципе? Ну поваром работаю, нормально в принципе ставка за смену, 3000 рублей зарабатываю, но тоже сезонная работа, зимой тут с работой очень плохо и сложно, сами понимаете. Поэтому надо накопить за лето, меньше тратить и зимой спокойно жить. Да, я вас просто очень долго знаю, очень долго смотрю, я на вас подписан. Наша ручка, вам хорошая жизнь. Все, спасибо, всего доброго, давай. Так вот встречаемся с людьми и пытаемся выбираться. Он очень много обратил внимание, очень много народу тонет в этом году. Здесь вот именно на этом пляжу где-то недели-полторы назад. Мальчик вот он, да? У меня на глазах, да, пацана вытащили, вон тут. Спасибо за информацию. Давайте, всего доброго. Всего доброго. Прогуливаемся дальше здесь, прокатная зона справа находится. Что-то, знаете, пляжи как-то или пошире стали. Да, мне кажется, все-таки намело, потому что раньше было гораздо уже на всех этих. Здесь вот такая вот беседка с тентом и матрасом стоимостью 2000 рублей, лежаки 400, с матрасом по 500. Ну, по-моему, тут матраса даже и нет. Все, подойдем, точно посмотрим по ценникам. Хочется с этой стороны еще показать вам, как выглядят пляжи гостевого проезда. В принципе, людей достаточно для этого времени и мест при этом тоже очень много мусорки есть, люди отходят по даче покурить, что тоже прекрасно. Если вы вдруг этим занимаетесь, уходите, чтобы было комфортно и хорошо всем. Итак, 400 рублей шезлон. Да, здесь матрасом за 500. Есть, наверное, вариант, но особых не предлагают. С левой стороны у нас есть настилы, барные территории все очистили, поубирали, массажи работают. Есть батуты, вот видите, с правой стороны тоже бар. Больше нету тех, водичку вы приносите либо с собой. Кстати, вот мы сколько ж не увидели ни кукурузу, ничего не продавали. Вот он, туалет, которым я вам говорил, что очередей тут нет при таком количестве людей. Хотя нет, вот хотел сказать, вообще никого нет, но вот одна женщина вроде бы идет в туалет. Спасибо ей. И настила здесь вот в таком формате. Помимо белого нужно пробовать. Единственное, непонятно мне, почему здесь огородили вот эту сторону, почему туда, на дюна, выходить типа нельзя. Странно. Для меня это... Я решил, что он дойти между всеми. В общем, по дюнам тут вообще запретили лазить. Видите, со всех сторон одни огородки. Тут есть качель. Такая вот. С правой стороны тоже был, помните, фудкорт закрыт. С левой стороны у нас морские прогулки. Здесь был фудкорт закрыт. То есть все. Пляж Динамо, к большому сожалению, остался без продуктовых точек. Да и всех пляжей, в принципе, города Анапа. Что это, почему это как-то происходит, пока никто не может разобраться. Как-то будет в дальнейшем работать. Будем это следить за ситуацией. Хотелось бы, чтобы все-таки сервис был. Ну, сказать, что все вымерли из-за этого, не могу. Потому что люди как ходили на пляж, так и идут. Ну, теперь испытывают неудобства, беря с собой все остальное. Здесь морские развлечения продают. И слева, справа стороны есть ногомойки. Мы, наверное, пойдем по левой стороне. Кукуруза по 100 рублей предлагается. Есть места, где отдохнуть. Тут вот краски людей стоят за напитками. Вот кто выиграл. Те, кто находится подача отляжек перед своих местах. Тут я так понимаю, что воды на всех не хватает. Потому что с той стороны все моются с одной трубой. Там тонкая-тонкая струйка. Ну, как говорится, возможность есть. Приходите пораньше, мойте свои ноги сами. Я туда уйду с небытыми ногами. Хотя, часто рассчитывал, что будет все хорошо. Мы в высшей стляжной территории, поэтому пора одеваться. Есть дилер шаурма. Белые три даты. Есть разная буточка. По 150, допустим, самса. Гамбург. 250 рублей. С этой стороны блинчики готовы. Тут мороженое. Еще один бар. Можно купить чашку за 75 на 5, например. По ценам, я думаю, что вы все видите. В принципе, так все понятно. Тут супом зуб варят. Напитки, сувениры, друзья. С этой стороны столовая еще одна находится. Ну, и по столовой, я думаю, что все делали уже многие зашли. Тут я видел, как жарят шашлыки. Пока еще, наверное, не актуально. Но вот тут вообще прям как на стилизации этого прохода на все 100. Я думаю, что черепах тут прям тоннами продают. И шпилинг работает. Тапочки. Одежда разная. Тут тайское мороженое предлагают. Очереди, очереди. Мне прям нравится, когда кто-нибудь там не становится в очереди. Люди у нас любят все вместе постоять. Парик матерский. Там маникюр делают. И здесь. Друзья. Красота. В общем, все работает. С левой стороны хинкали, бургеры, пицца ровн. Предлагают. Большая зона отдыха. Такие красивые стульчики. Но пока. Поэтому сидит несколько сильней. В вечернее время здесь будет гораздо больше. Вот тут клево. Смотрите, на этом проходе. Все подписано. 160 помидоры. 180 есть. 150 окей. 120 розовые. Да, конечно, гумачка. 150. 100 рублей слива. 100 рублей яблочки. 250 винограб. И персики по 180. 230 лиза. Как вас зовут? Алина. И? Откуда? Сынагинская. Вскосковская область. У нас? Здорово. Нравится? Да. А где отдыхаете? В Шмите. Ну, я понимаю. Клене. По-вашему рекомендации. Хорошо. Вам там понравилось? Да, очень классно. Столовая, как вам секретная? Вкусно. Кушали там, честно? Да. А порции как? Большие. Значит, не соврали. Девочки, кормят так же, как и мне показывали, да? Это прекрасно. Я возможно туда сегодня тоже съезжу сейчас. Вы на пляж идете, да? А я туда зайду. Хорошего отдыха. Спасибо, что смотрите. С этой стороны, ребята, можете видеть тоже что-то готовят вкусное. И мы выходим в Динамо. Здесь, друзья мои, тоже работает и кофейня. Тут вот все из печи, ребята. Тут были еще швучки. То есть только разогреваются. Пицца, допустим, где-то за 500 рублей можно взять. Ну и там просто овощи и куча все продают. Цирк рекламирую. Те, кто мои были, там говорят, что классное место. Если вы тоже ходили, напишите. Здесь у нас находится большая Скайбридж гостиница. Есть столовая, кстати, тоже есть. С левой стороны душ-туалет предлагает. Ну и здесь давайте пойдем не по низу все-таки. А давайте по низу. Почему постоянно по верху? Сходим, посмотрим, что здесь есть. Тут у нас скамейки возле Скайбриджа стоят. Здесь можно прийти на отдых. Когда Скайбридж заявляют, что у меня есть свободные места. Вот это да, друзья. Обычно такие гостиницы забиты просто под завязку. Здесь разливуха. Для вас. Косички придут, напинки делают. Даже более спокойно, наверное, понизуете, чем сверху. Там более узкий проход. Много разных фарваров там продают. Я думаю, что вы уже когда тут ходили много раз, уже все, что надо, все купили. О, посмотрите. Что здесь предлагают. Бестурмая колбаса. Просто смотришь. Я такого выбора, честно, прям даже не видел. Молодцы, ребята. Там рыба, раки, напитки разные. И тут дальше у нас белый лебедь. Вход. Такая территория. Там у них парковка, бассейн находится. И кафе белый лебедь. Выпуску свина, шея, 100 грамм, 150 рублей. Точно не нравится мне в этом году. Цинники на наши шашлыки и все остальное. Здесь ребята коптят. Вкусняшки разнообразные. Рыба, розлив и все, что вам остальное нужно. Дальше у нас детский парк. Давайте зайдем одним глазом, глянем, что там. Ну и ту сторону не забываем все-таки показать, потому что она, в принципе, присутствует. Здесь на машинках можно покататься. Батут, аттракциончики. То есть такой небольшой факт развлечений с этой стороны тоже имеется. Дальше у нас базового динамо. Ход. Вот такой большой батут. Один батут, кстати, спустили. И 3D виртуальная реальность. Туалет еще есть. Можно пострелять прийти. Вот и овощи тоже с этой стороны. Тут выставка. Тут меня просили не снимать их на торговую точку. Ни в коем случае, как говорится. Ну, мы этим заниматься не будем. Да, сейчас там столовая с левой стороны. Мы туда уже не пойдем. Когда просят, почему бы и не сделать. Тем более, здесь есть ребята, которые рады, что мы их показываем. И рассказываем о них. И по-какие отзывы мы о них не получаем. Сейчас мы до них зайдем. И посмотрим, сколько здесь фруктов и овощей стоят. Именно в этом месте на лесном проезде. Видите, по верху идешь. Тут скопление людей. Передвигаться довольно-таки сложно. Но, может быть, все-таки обойдем. Вина Кубань. С того я вам это назвал. Здесь аптека еще есть. И дальше разные мыльные принадлежности. Свежие соки, коктейли, сухопробки. Выходим на угол. Здесь экскурси с левой стороны. Ну, шоу двойников разные. То есть такое место, в принципе, отличное для время проведения. Еще мне вот тут нравится озеро с рыбками. Здесь выставили такие вот с камнями. Если, чтобы народ туда не прыгал, в эти озерки. Ну, и с правой стороны пойдем глядеть на цены. Как я вам и сказал, сколько стоят здесь фрукты, овощи. Ребята, тоже все, в принципе, подписано. Фу-фу-фу-фу. И можно посмотреть. 150 есть огурцы, 125, 180 помидоры, 120 сливки, 180 розовые, 250 киноград и по 200 киноград. 300 груши, 220 груши, 250 плещечный нектарин, 250 плещечный персик, 200 рублей крупный персик, 250 крупный нектарин. Тваровный персик месли до 160, сливы 180, 200 рублей абрикосы, 200 рублей крупный слива стоит, 200 рублей еще нектарин, 280 вот киноград, киноград, такой же, как я сегодня пробовал. 170 маленький нектарин и здесь клубника, 100 грамм по 85 рублей, домашние ягоды все подписаны. В принципе, выбор большущий. Дальше там подписчики продают одежду нашу. Здесь, с левой стороны, кафе придорожное есть, и так-то мы двигаемся в эту сторону. Помните, что машину я там поставил. Смотрим, столовая придорожная, большая сметана издать 70 рублей. Разная выпечка, кофе-престь, если что ставьте на палку, приближайте и смотрите. Люди в очереди стоят на раздаче. В принципе, значит, уже постоянные клиенты есть, и народ покупает в полгенечке, все круто, в принципе, все хорошо. Дальше тут наши дорогие подписчики торгуют теплыми вещами. Придет и тадам, пройдет за их вещами прям. Всем им здравствуйте, очень увлечены телефоном. Ну, а мы дальше по Сосновому парку, моему любимому, месту Джуматэ, двигаемся к юбилейному моей машине. Здесь обещают платную парковку, вдруг, если кто-то хочет припарковаться, собственно, почему бы и нет. Горничная уборщица требуется, то есть, это городский форт, места тут много. Единственное вопрос, конечно, по цене. Почему не написать сколько, чтобы не ходить, не кланяться. Мне тут больше всего нравится, чтобы цену знать. Давайте отправимся в секретную столовую на улицу Буковую, в гостевой дом Клены, и поедим там. Тем более, встретил подписчиков оттуда, они счастливые, довольные, отдыхают там, и это прекрасно. Здесь у девчонок же меню, Буковая 12, гостевой дом Клены. Он есть на обзоре, смотрите его, друзья, на канале. Я думаю, что вам понравится. Обходить можно с правой стороны, к нему бассейн, а также через гостевой дом на цокольный этаж спускаемся. Помню, что режим работы, завтрак, обед и ужин, и заходим. Так, смотрим по ценам, озвучивать не буду, ребятки, здесь все равно выгоднее, чем в других каких-то местах. Приехать можно либо на поле машины припарковаться, либо на такси сюда, ну, либо прогуляться пешочком. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, рассказывайте, что у вас нынче есть? Нынче у нас вот сырнички вкусненькие, блинчики с ворогом, а это блин с печеночкой. Вот, я открываю перец, вкусненькие. Это самое топовое блюдо. А это гуляшик. Отличный, прекрасный. А это биржки сяки. Очень классный, мне в прошлый раз прям понравились, могу советовать вам. Сяки. Да. Ловчик, Юра. Красота. Это ручки. Стабильно. Гречий гарнир. Угу. Макарошки гарнир. Детки очень любят. Также есть яйца, салат суточный, овощи по-корейски. Вот это что за блюдо такое появилось у вас? А это кальмары. Вот, входит. В заморские блюда. В России, да. Это? Это жульет. Угу. Запеканка, вижу. Прекрасный. В лаваше, да? В лаваше. А это сосиска. Вот там зелень и... Ну, как шаурма получается. Так же есть... Суси. Угу. Супчик рисовый и щи. Ой, настолько огромный выбор у вас стал. Вообще великолепно прям. И так же соки. В принципе, все то, что есть по меню имеется. В столах у нас есть приборы, есть салфетки, соль, перец. Вот так вот выглядит. Вот тоже, кстати, второй компот я взял из сухофруктов. Очень вкусный. Щи, гуляш, пюрешка, суточные морщики. Объесться можно. По деньгам, что мне вышло. Из огурцов салат 50 рублей. Щи 100 рублей, это 150. И гуляш говяжий с гарниром 250. Итого получается 400 рублей. Ну и плюс компот. Короче, ребята, если вы где-то можете поесть на 400 рублей вот в таком формате, это питание, честно, можно поделить пополам. Пишите обязательно об этом. Будет интересно услышать вас. Давайте отзывы отписывайтесь обязательно в конце. Я думаю, что уже можно расстраивать. Для кого подойдет это место? Для тех, кто любит вкусно, классно поесть. Вам будет здесь очень хорошо. И много. Самое главное, вкусно, классно, много поесть. Я думаю, что альтернатив, в принципе, где-либо у нас такой цене, таким блюдом, такому качеству нету нигде. Если есть, напишите обязательно. Я буду прям очень рад вас послушать. Щи. Нужно не комментировать. Все очень вкусно. Переходим к следующему блюду. Моя мама знает, как обожаю. Я ее и сильно очень любят. Даже не знаю, что может вкуснее, чем вот эти вот огурчики. Самое то вкусное, прекрасное, это гуляш. Здравствуйте. Мясо просто распадается на волокна. Тает во рту. Вкусная пюрешка. Все это полито вкусным соусом. В общем, любителям настоящего вкусного гуляша, волком, это круче шашлыка. Решлифуем все это сверху компотиком. Как-то хорошо. Вкусно и прекрасно. Восхитительно. Вот я рад за всех тех, кто здесь проживает и питается. Им лучше всего. Я больше чем ударю. Все, спасибо большое. До свидания. До свидания. От души. От души. Хорошо. Я буду стараться. Ты заходи, говорит, если что. Я с радостью, ребятки. Ну, я думаю, что я лопну. Вы видели, да, сколько там людей сейчас набежало. Я просто пришел еще до обеда, ведь сейчас народ подтягивается довольно и счастливый. Всем хорошего отдыха. Рад, что нравится. Это приятно, когда в одном видео мы встречаем подписчиков и сами приезжаем еще и все пробуем. Тут можно готовить, конечно, самим, но я уверен, что это гораздо невыгодно. Плюс многие женщины приезжают в гостиницу, чтобы просто отдохнуть. Мужики, освободите их от плиты. Это небольшие деньги, чтобы вот этими порциями я сейчас на них переел. Друзья мои дорогие, сегодня получился шикарный обзор опять на Джемате. Снимали сегодня без хайпа. Ну, вот единственный момент, что рассказали нам, о том, что очень много людей тонут, это да, это к сожалению, потому что люди за собой чувствуют силу, силу больше, чем море. Поверьте мне, вы просто маленькая песчинка и море вас просто не заметит. У него, как, знаете, несущественная деталь в его организме будет. Поэтому переварит и выплюнет остатки вас. Берегите себя, это очень важно, друзья. Вас же всех прошу, пожалуйста, поддерживайте нас лайком, либо где вы смотрите, там сердечко, обязательно напишите комментарий. Честно, сейчас сложный момент для блогерства, потому что везде провалы, дохода нету. В принципе, ну, я фотограф, и я в этом году работаю больше на фотографии, приглашаю вас на фотосессии, сделать вам красивые фото на память о отдыхе, чтобы у вас они остались на долгую память. Рад всем тем, кто уже были в этом году, вас было очень много. И также, повторяю, друзья, если есть фотографии со мной, присылайте, пожалуйста, в группе ВКонтакте, создадим альбом, и там будут все наши люди. Это будет очень круто. Я буду этому очень рад, потому что долго думал где-то это сделать, там телеги выкладываем, там пост, но он улетает, ты про него забываешь. А тут все фото в одном месте, можно собрать в одной папке. Это, кстати, очень удобно. Жалко, что раньше об этом не подумал. Так что, друзья, присылайте фотографии, мы их все выложим, и это будет очень круто. И подписывайтесь на группу ВКонтакте, там много информации выходит. Посмотрим, может быть, мы ее как-то зафильтруем, сделаем основной поток в Телеграме, а в ВК уже более такую последовательную, потому что надо перестраиваться, как-то подстраиваться под вас, чтобы вам было удобно и хорошо смотреть. Сейчас мы как раз-таки проходим мимо юбилейного территории, которая в дальнейшем будет развиваться. Ну, пока вот зависло так. Но сейчас, друзья, я с вами рад прощаться и, как всегда, по традиции, немножечко море. Прям в этот раз чуть-чуть. Я хотел еще во втором месте записать, но меня парень отфлек, и я забыл об этом. Поэтому немножко море все равно, в принципе, есть. Субтитры сделал DimaTorzok